Нестандартное увлечение квадробиком набирает популярность у детей и подростков. Они имитируют поведение животных, прыгают и бегают на четвереньках, гавкают и мяукают, выгуливают друг друга на поводке и едят из миски. Для полного перевоплощения дети надевают анималистические маски, ушки и хвосты. Но в Сибирске уже были замечены так называемые фурии и любители квадробики. Это не на шутку встревожило взрослых. Опасна ли эта субкультура? И о чем может говорить такое поведение детей, а порой и взрослых? Об этом говорим с клиническим психологом Дарьей Семеновой. Дарья, почему детям нравится такое увлечение, как квадробинг? И насколько это полезно? Во-первых, это физическая активность. И дети любят все, что напоминает веселое времяпрепровождение. И бегать, например, с аниматорами на каких-нибудь мероприятиях, это является... Я вообще не задаюсь таким вопросом, норма это или нет. Такие виды деятельности организуют как взрослые люди, так и дети сами придумывают какие-то игры. Но почему нет? Это же действительно может быть весело. Как понять, полезна ли квадробика для ребенка и где вот эта вот тонкая грань, когда она уже во вред? Ну, в первую очередь, это техника безопасности. Соответственно, если ребенок травмируется физически, на это следует обратить внимание. Но опять же, я бы не рекомендовала запрещать. То есть необходимо эту деятельность структурировать. То есть давать ей границы, правила. То есть если ты, допустим, выполняешь какой-то акробатический элемент, вообще-то люди проходят специальную подготовку для того, чтобы не сломать шею, как минимум. Или не растянуть связки. И если ребенок в этом плане понимает то, о чем идет речь, и старается выполнять какие-то рекомендации, то в целом я ничего плохого в этом не вижу. Что касается, опять же, времени, которое люди затрачивают. Говорят, что они по много часов могут этим заниматься. Но на самом деле дети, которые уходят во двор, они тоже много чем занимаются, по много часов. И проблематизировать это только потому, что они одели какую-то маску. Ну, это форма игры. И как дети играли в суперменов или играли в каких-то, я не знаю, тоже в тех же самых животных, на самом деле. Мне вспоминаются классические абсолютные игры, как листочки – это деньги. И, соответственно, что в этом может быть негативного, я не понимаю. Я думаю, что любое увлечение через него могут проявиться, опять же, я повторюсь этой мыслью, что через него могут проявиться какие-то эмоциональные сложности, которые могут носить характер как патологический, так и возрастной. То есть, соответственно, дети на каждом этапе проходят какие-то возрастные свои задачи. И, например, как-то говорят, что, например, проявляют агрессию. Вообще не увлечение заставляет ребенка проявлять агрессию, а его внутренние импульсы и контексты, в которых он их, соответственно, может или не может проявить. Ну, эпизоды, когда говорят, что подошел и укусил на улице, ну, раньше били, ну, условно. И я понимаю, что я утрирую, когда отвечаю на этот вопрос, но технически это тоже про те же самые границы, в которых нуждаются дети. Когда взрослый человек им в понятной форме объясняет, что, ну, есть правила взаимодействия в обществе, и мы, как, например, не ходим голыми по улице, и, соответственно, мы не ходим, не кусаем людей на улице. Я думаю, что есть период, когда дети, так скажем, пробуют на прочность этот мир, и взрослых в том числе. Но это само по себе не означает, что ребенок негативно настроен. Чаще это значит, что ребенок развивается, что он находится в рамках нормы. Есть ситуации, при которых проявляются какие-то, ну, совсем, не знаю, вычурные модели поведения, например, у ребенка, которые вызывают сильную тревогу у его родителей. Но, опять же, я бы обратила внимание, в первую очередь, на то, что за этим стоит. Потому что форма может быть любая. Это могут быть любые другие увлечения, в которые ребенок уходит, и тогда нужно искать первопричину. И если ребенок, ну, избирает форму такого рода коммуникации и избегает, например, речи для прояснения своих мыслей, чувств, я бы обратила внимание на то, почему он речью не хочет пользоваться. И, опять же, это не вопрос того, что, то есть, есть какое-то увлечение, через которое, которое вредит. Это я, как психолог, в первую очередь бы задалась вопросом, что и мешает ребенку проявлять вербально свои эмоции, свои чувства. Может быть, у него есть социальные страхи. И тогда я бы сказала, скорее, наоборот, что такого рода увлечение, оно будет способствовать контакту детей. Потому что, как я обратила внимание, дети в связи с этим увлечением, они стараются найти себе каких-то соратников. И это их радует. Но, опять же, группы детей сами по себе, у них есть определенные свои групповые процессы, групповые динамики, в рамках которых ребенок, ну, дети могут собираться как в хорошие группы, так условно, скажем, социально хорошие, так и нехорошие. И, опять же, это не вопрос увлечения, это вопрос того, какие непосредственно дети участвуют в этом процессе. Там, социально благополучные, социально неблагополучные, обладающие первичными какими-то девиациями или психопатологиями или нет. Как стоит реагировать прохожим, если они заметили вот такого ребенка в маске? Спокойно, как к обыкновенному другому ребенку. Единственное, что если ребенок нарушает ваши границы, как и в любых других случаях, если вам это неприятно, необходимо спокойно, достаточно ясно сказать то, что есть недопустимое поведение. И если, например, проявлять ярко агрессию, есть дети, которые этого напугаются, а есть дети, которые могут, наоборот, спровоцироваться. И я думаю, что в избежание конфликтов именно четкая, ясная позиция связана с тем, что существуют санкции за... Вообще-то это хулиганство, если кто-либо подбегает к вам на улице, и у нас есть уголовные административные кодексы, которые регламентируют данного рода ситуацию. Думаю, что они здесь будут уместны. Квадробинг — это диагноз или это все-таки нормальное поведение ребенка? Диагноз, как таковой, вообще это спектр симптомов, которые есть у человека, по которым мы можем его определить. И ни один диагноз не выставляется на основании увлечения. Если у ребенка, например, с таким увлечением, если его родители обратятся за помощью к семейному психологу или к детскому психологу, то будут смотреть не на самоувлечение, а будут смотреть на то, как у него показатели психические, как он спит, как он ест, какие у него есть увлечения, какие у него есть социальные связи, успешен ли он или не успешен в их создании. То есть это может быть там ребенок изолирован, это может быть его способом как-то выйти из этой ситуации. В связи с этим мой ответ — нет. Это не может являться диагнозом, но может являться или не являться частью какого-то процесса, который сам по себе, ну, находит свое выражение через увлечение. Ну, есть беспокойные родители, которые прям правда волнуются за ребенка, считают, что это все-таки диагноз, запрещают ему этим заниматься. Стоит им обратиться к психологу, к психотерапевту, к кому? Я думаю, что если родитель волнуется, ему стоит обратиться к специалисту. Именно в связи с тем, что тревога родителя, она может быть успокоена, и специалист, который ознакомится с анамнезом ребенка, анамнезом семьи, он может сказать, на самом деле, с чем связана тревога. Потому что внешние проявления, они могут быть одни, а по факту возможно, что существуют какие-то особенности или сложности, с которыми ребенок сталкивается. И за вот этим внешним фасадом будет скрываться то, что на самом деле вызывает тревогу родителя. У взрослых тоже есть такое влечение? Да. И для них это то же самое, что и для детей? Какой-то способ самореализоваться, попробовать себя в новом деле, это что-то другое уже у взрослых? Я думаю, что нужно разбираться в контексте, потому что есть история у человека, почему или как он пришел, и что он до этого получает. И основные критерии, на основании которых мы можем говорить о наличии или отсутствии чего-то совсем страшного, это угроза жизни и здоровью себе или окружающим людям. Если то, чем увлекается человек, не угрожает его здоровью или здоровью окружающих, мы уже к этому относимся, так сказать, не с точки зрения психиатрической, а с точки зрения психологической. То есть это как некоторая особенность или акцентуация. Может ли это быть опасно? Само по себе нет. В контексте нужно разбираться. Но я думаю, что опасным для других людей скорее может быть то, что может им угрожать. Я бы задала вопрос тем, кто беспокоится, как им это угрожает. Ну, потому что, видимо, тревога тоже возникает в связи с чем-то. То есть если тревога — это закрытое лицо, например, то это тоже... Ну, я бы обратила внимание еще на ту тревогу, которую люди транслируют в связи с этим. Потому что есть люди, которые боятся людей в маске или детей в маске, а есть те, кто не боятся. И в связи с этим, да, вот какой-то общий такой уровень температуры по больнице, видимо, пытается быть выдержанным. Поэтому мы об этой тревоге так много говорим. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!